Очень уважаем яблоки как источник витаминов, конечно, таких витаминов, как витамин С, витамин А. Витамин А это помощник нашего зрения, лучшего обмена кожи, улучшение борьбы нашего иммунитета с инфекцией. Витамин С укрепляет сосудистую стенку, тоже помогает как антиоксидант бороться с инфекцией. Витамины В9, В1, В2 усиливают мозговую деятельность, нервную мышечную проводимость. То есть мы, считается, будем лучше думать. Единственное, хочу сделать акцент вот еще на чем. Существует миф российского народа, что железо берется из яблок. Ничего подобного. Из яблок железо не берется, и гвоздей там железных не растет. Но существует единственное, что оправдывает вот такой факт, что есть аскорбиновая кислота аскорбаты. Было показано, что если вы употребляете мясо, мясные продукты и вместе с ними аскорбиновую кислоту, то тогда в форме аскорбата железо лучше усваивается. Вот, наверное, можно только оправдать эту причину. Больше ничего. Ну, в общем, как источник железа в пищу яблок не пригоден. Следующий момент. Это пастила. Яблочная пастила. Изначально была сделана из высокосодержащих пектин, вот яблок сорта Антоновка. А потом уже она распространилась по миру. Я ем яблоко, мне уже прям стыдно. Я людей угощу, ладно, Андрей Петрович? Там существует много и неперевариваемых волокон. Единственное, эти волокна находятся в кожуре. Кожица. Их кожица. И посмотрите, я специально вот почистил вот так вот яблоки, потому что хочу вам рассказать о таком факте, что последние исследования, буквально последних лет, показали, что именно в кожице, в кожуре яблок находится так называемая урсоловая кислота. И было показано, что увеличивается продукция инсулина, и инсулина подобного ростового фактора первого типа, что увеличивает рост мышечной массы. То есть это может способствовать тому, что больше у нас в организме возникает митохондрия, и в этом случае есть возможность лучше сжигать жиры и, в общем-то, не худеть. Но это пока что только экспериментальные работы на мышах, еще требуют дополнительной работы, чтобы показать, что та же ситуация будет у человека. Но это в кожуре, поэтому надо обязательно помыть. Будем грызть. Надо было кожуру раздать, а не целые яблоки. Да. Короче говоря, как говорит английская мудрость, Эппл и Дэй, доктор и вы. Яблоко в день, доктор уходи. Отдыхает, отдыхает доктор, да. Гости нашего приглашаем. Гость Юлия, выходите к нам, пожалуйста. Яблочко попробую, да. Как вас зовут? Очень вкусно. Меня зовут Раиса. Откуда вы к нам приехали? Я приехала из Башкирии. У нас в Башкирии тоже очень много яблок. Причем в Москве таких нет. Ну, то есть по вкусности, по сладкости, по кислости. Почему? Ну, по вкусности. А просто нет, сказала. У нас Раи из Башкирии. Нет в вашей Москве ничего путного намекнула. Она нам походя. Раиса, только по профессии. Кое-что есть. Я инженер-химик. Раечка, у нас сегодня груша, слива и яблоко. Что выясняем, Андрей Петрович? Мы выясняем, где больше витамина А и каротиноидов. Соответственно, в сливе, в груши и яблоках. Витамин А исключительно полезный витамин. Для кожи, для глаз. Для кожи, для глаз. В борьбе с инфекциями. Витамина А, я думаю, больше всего яблоко. Ну, ставьте все. Нет, ну все. Промой прямо вот так. Раз. Затем. Слива. Второе место. Третье место груша. Желтая груша потом. Да. Так, Андрей Петрович. Ну вот тут-то мы вас подловили. Ну что вы. Ну вот вы знаете, это одна из немногих, наверное, передач, когда мы... Когда мы вас подловили. Вас подловили. Когда все-таки ситуация происходит следующим образом. У меня была такая мысль. И больше всего витамина А, конечно, находится в сливе 345 международных единиц. 67 почти в 5 раз меньше в яблоке. И 23 международные единицы еще в 3 раза меньше, чем в яблоке, находится в грушах. Поэтому, в общем-то, яблоки хоть и хороши, но есть фрукты, которые более полезны. По витамину А гораздо более полезны. Но, тем не менее, еще раз повторим. Яблочки-то наши хорошо пошли, да, у нас в зрительских рядах. Многие едят и радуются. Ну и ешьте на доброе здоровье, друзья. А мы все-таки еще раз подчеркнем. Яблоко – отличный фрукт. Отличный. И пойдемте ставить опыт. Потому что то, что Андрей Петрович рассказал про шкурку – это совершенно потрясающая вещь. Пойдемте, Райан. Вот стоит у нас мужчина. Думали мы, что он стройный? А нет. Постигает его страшное ожирение. Вот у него, чувствуете, живот растет. Положите руку. Да, так называемый пивной животик. Или то, что называется висцеральный жир. Вот, видите как? Через время бывает. Конечно, наличие висцерального жира очень пагубно действует на здоровье. И мужчины особенно. Понижает его потенцию, увеличивает риски инфаркта, инсульта. В общем, все плохо. Причем у мужчин вот это ожирение, оно же абсолютно не такое, как у женщин. Мы полнеем и тут, и ноги, и все, и руки. У мужчин один живот. Ноги как были стройные, так и остались. Только вот это пузоечко торчит во всех местах. Так вот. Есть на свете яблочная шкурка, изученная специально. Специально. Именно из нее выделена вот эта вот урсоловая кислота, которая показана, улучшает возможность или способность человека наращивать мышечную массу. И, конечно же, наращивание мышечной массы помогает сжигать жир. Но это не исключает самого факта необходимости движения, необходимости занятий, потому что просто есть яблоки и из-за этого похудеть, такого, конечно же, не будет. Но все равно подчеркнем, что это вещество борется с ожирением. И вот оно. И вот эти вот эти жиры. Это ожиревшее мужское место. Этот жир называют belly fat. Название вроде такое красивое. А на самом деле это белый жир, который все самое плохое у вас делает. Вот что происходит. Если человек ест яблоки, если он, конечно же, двигается, если это все с ним происходит... Яблоки со шкуркой. Яблоки со шкуркой. То живот его тает просто-таки на глазах. А если физкультура подзаймется, то здесь будет не обвисший живот, а накачанные шесть кубиков. Шесть кубиков, да. Итак, яблочная шкурка. Вообще источник всего. Как яблоко выбрать, как хранить, как правильно съесть. Об этом через несколько минут. Далее в нашей программе. Рецепт точно в яблочко. Яблочный сезон на кухне. Слабеет ум. Пропадают умения. Что такое сосудистое слабоумие или сосудистая деменция? Для чистоты все средства хороши. Необычное использование средств для полоскания рта. Это программа «Вид здорово», друзья. Мы говорим про еду. У нас сегодня яблоки. Самые-самые разные. Практически все основные витамины. Витамины группы А. Два витамина из группы В, которые работают, улучшая деятельность нервной системы. Витамин С. Никакого железа в яблоках нет. Не заблуждайтесь. При аномии надо есть продукты с кровью, печень, красное мясо, а вовсе не грызть яблоки. Штолку никакого не будет. Продукты очень хорошие. Особого внимания заслуживает яблочная шкурка, поскольку там были найдены вещества, способствующие образованию митохондрий. А митохондрии – это фабрики, где сжигаются жиры. Поэтому яблоко – это продукт, долгосрочно уменьшающий вес, и в этом, конечно, тоже прелесть. У нас всегда есть три вопроса. Как выбрать, как хранить и как правильно съесть? Раечка наша приехала к нам из Башкирии. Раечка, три вопроса. Как хранить нормальные яблоки? Как выбрать? Выбрать? Да. И как правильно съесть? Первое – как выбрать? Ну, прежде всего, яблоки должны быть целые, не поврежденные. Вот это яблоко уже не пойдет для хранения и для использования. То есть яблоки должны быть целые, не поврежденные. Да. Это? О, красавцы. Красавцы, да. Это красавцы яблоки. Там наши яблочки все разобрали. Верните в вазу, друзья, хотя бы. Уже яблок вы нам не вернете. Первое – по внешнему виду. Не поспоришь. Еще есть какие-то секреты? Секретов особых нет, тем более, что сортов огромное множество, и они отличаются по цвету – красные, желтые, белые, зеленые и так далее. Если яблоко зеленое, это совершенно не значит, что оно не спелое, особенно если вы возьмете на разрез, спелость будет определяться по цвету зернышек. И если мы возьмем зернышки, которые здесь существуют, вы видите, что они темные, имеют темную окраску этих зернышек. Это значит, что яблоко спелое. Если зернышко белое, то значит, яблоко не спелое. Вот и весь секрет. Поэтому выбор прост. По внешним признакам косточки черные, мякоть белая или белорозовая, роскошный запах и так далее. Как яблоки хранить? Ну, жители Башкирии, не ударьте вы грязь лицом. Яблоки хранят в таком виде, значит, после того, как их сорвали, в прохладном месте, ну, я думаю, что в холодильнике. А вообще их хранят засушивая, варят из них варенье. Страна варенье убивает все в яблоках. Полезное, все, что можно. И кроме того, что там остается сладкий сереб. Сахар в несметном количестве. Больше там ничего нет. Витаминов там не остается определенным. Это мы уже перешли на как правильно съесть. Все-таки как хранить, Андрей Петрович? Ну, хранить... Требуется их не мыть, если вы их хотите хранить. У нас есть богатый опыт. У нас было несколько гостей из Краснодарского края. По счастливой случайности, они оказались... Агрономами. Агрономами. Более того, яблоководами. Да, специалистами. Так вот, они нам сказали, что хранить яблоки надо в обычных деревянных ящиках. Не перекладывая их никакой соломой, никакой бумагой. Никаким песком. Никаким песком. Они должны быть сухие, чистые, не гнилые и уложены просто в несколько даже рядов. Можно там в два-три ряда. Слоями прямо? Да. Уложить и убрать просто в темное прохладное место, да. И, ну, конечно же, зависит от сорта. Есть сорта долго хранимые, есть сорта кратко хранимые. Вот и все. Но суть одна. Яблоки в таком виде хранятся так же, как картошка всю зиму. Точно так же, как картошка. Просто в ящики, в деревянные, слоями, можете убрать в погреб. Там температура плюс 4 градуса. И будет лежать, и будете есть. И ни варенье варить не надо, ничего портить не надо. Где же погреб взять? Можно не в погребе, можно в холодильнике. Сегодня во многих домах по два, по трех холодильника, отдельные морозильные камеры. И бог вешал. И подразделение для фруктов. Да, поэтому проблем нет. Мы просто говорим вам главное, что это продукт длительного хранения. Вот в чем прелесть. Но если вы уже яблоки вымыли, а если еще вы их почистили, а если вы еще их порезали, то их надо употреблять. И чем скорее, тем лучше. Причина достаточно проста. Вот, допустим, несколько минут назад я почистил и разрезал вот это замечательное яблоко. Если вы посмотрите, то вы увидите, что оно начало покрываться такой коричневой. И, наверное, многие из вас знают, что если яблочко полежит, оно становится коричневым. Возникают фактически это процессы окисления, и мы теряем те витамины. Витамины С окисляются. Соответственно, они становятся менее полезными. То есть мы теряем полезные свойства. Поэтому, если вы уже взяли и разрезали, потребляйте их. И все. И последнее. В каком виде яблоко правильно съесть? Первое. От варенья мы отказались. Однозначно. Второе. В сушеном виде, в виде компота. Ну, первое. В сыром виде. Конечно, полезнее, чем сырое яблоко, ничего придумать нельзя. Притом со шкуркой. Со шкуркой обязательно. Второй вариант. В каком еще можно съесть? В виде компота. Опять ее так и тянет, нашу башкарскую гостью, на сахар. Зачем? Смотрите, при термической обработке вы уничтожаете все витамины. Витамин С в первые пять минут до нуля. Витамины А, В в первые 10-15 минут полностью уничтожаются. Зачем? Это можно делать, просто как пищевой продукт. Но не питайте иллюзий. В этом виде никаких полезных веществ не остается. К сожалению. К сожалению. Мы не против. Ну, кроме грубых волокон, которые варень и варень. Которые варень и варень, они там и будут. Поэтому, конечно, можно и компот, конечно, можно и варенье. Это дело вкуса. Но с точки зрения пользы, самое полезное это сыры и яблоки. Андрей Петрович, чем угощаем мы нашим русским? Мы угощаем салатом, как раз салатом с яблоками, ягодами и легкой здоровой закуской. Итак, салат с яблоками, ягодами и апельсинами. Пробуйте. Спасибо. Давайте я вам поставлю, чтобы удобно было взять. Насквозь. Чтобы яблоко строго. Вот, посмотрите, это замечательные яблочки. Я просто их не узнала. Это вы не узнали наши яблоки. Ну, а вы попробуйте. Ну, все, в рот. Замечательно. О, вкусно. Очень вкусно. Замечательно. Замечательно. Здорово. И, конечно же, полезно. Берите наш поднос с угощением и, как всегда, угостим наших зрителей. И нашего самого маленького Антона. Угостите, пожалуйста, начните с него. Спасибо вам большое. Угощайте всех. Это все про еду.